Здравствуйте! Перед тем, как вы узнаете, почему нельзя класть лимон в горячий чай и какие продукты гораздо богаче лимона по содержанию витамина С, мое краткое вам пояснение. Я не рекомендую пить чай черный и зеленый, а рекомендую пить иван-чай или кипрей, или травяные чаи, которые не просто безопасны, а даже полезны в отличие от чая, тем более черного. Почему черный чай вреден? Не мнение, а абсолютные научные доказательства. Я привожу вот в этом своем видео, посмотрите его непременно. Ссылку я оставлю в описании. Ну а для тех, кто любит воду с лимоном, либо чай с лимоном, будем иметь в виду иван-чай, и посвящается вот это мое видео с очень важной информацией и предостережением, в том числе о том, как правильно, без вреда, а только с пользой, пить чай с лимоном. Да, многие люди режут и кладут дольки лимона или отжимают сок лимона в горячий чай, часто в кипяток, и полагают, что это правильно, и более того, так и надо, и что они получают витамин С из лимона, то есть пользу. Да, в лимоне есть витамин С, хотя, конечно, он есть много где еще, и еще в большем количестве, чем в лимоне, например, в клюкве, бруснике, смородине, шиповнике. Но лимонный сок тем еще полезен, что повышает кислотность желудочного сока. Благодаря воздействию на стенки желудка, по аналогии с яблочным уксусом и слизистой желудка, действительно начинают вырабатывать большее количество соляной кислоты, что, конечно, хорошо, полезно для правильного пищеварения, для начального расщепления белков и дезинфекции пищи, что не менее важно. Но проблема в том, что эти эффекты стремятся к нулю при нагреве воды, куда кидается лимон, выше 50-60 градусов. Дело в том, что витамин С не термофильный, то есть не термостойкий, как, скажем, витамин В12, потому, как и многие ферменты и, например, лечебные грибные полисахариды, начинают разрушаться уже при 30-35 градусах и полностью разрушаются при плюс 60-70, в зависимости от продолжительности температурного воздействия данных высоких температур. Что уж говорить про кипяток. А как же тогда правильно пить чай с лимоном, чтобы польза была? Если уж вы так хотите соблюдать данную процедуру, чтобы была еще при этом и польза, а не только эстетика, то есть привычный кислый вкус и аромат, это сделать не так сложно, а вернее проще простого. Не пейте горячий чай или воду, это и само по себе не полезно. Я рекомендую пить чай или воду с температурой не более 50 градусов. Дайте воде или чаю остыть и уже тогда добавляйте в него дольки лимона, либо выжимайте лимонный сок. Обязательно посмотрите вот эти два моих видео о важности, свойствах применения витамина С. Видео под названием «Какой и как принимать витамин С?» «Признаки дефицита и нормы потребления. Лимонный сок и мышцы». Второе видео под названием «Самый важный витамин для мышц. Как набрать, замедлить потерю мышечной массы с возрастом». Очень важная тема. Ну и видео мое о яблочном уксусе, вот это. Ну а теперь давайте посчитаем, посмотрим таблицы, сколько витамина С содержит и лимон, и другие продукты. Несколько секунд рекламы от меня. Наверное, вы знаете о проблемах кандидоза, грибка, кандиды, альбиканса, других кандид. Так вот, есть надежное и безопасное лечение. Вот этот препарат. И кого заинтересует, вначале посмотрите видео о системном кандидозе. Вот это. Фульвовые кислоты. Посмотрите видео непременно о этих фульвовых кислотах. Ссылки будут в описании под этим видео, которое вы сейчас смотрите. А лимон, дорогие друзья, содержит не так-то и много. Всего лишь 40 мг на 100 г продукта. Тогда как, например, облепиха 200 мг, черная смородина 200 мг, киви 180 мг, белые сушеные грибы 150 мг, петрушка 150-200 мг, разные виды капуст от 50 до 100, укроп и другая зелень от 50 до 100, квашеная капуста более 100, различные фрукты, даже кислые, разные цитрусовые, многие ягоды в среднем 60, сладкие фрукты, очень мало, например, манго 30-35, а вот кинза очень много, аж 500 мг, свежий, то есть сырой шиповник, содержит примерно 500-750 мг, сушеный до полутора тысяч на 100 г продукта, но попробуй его достань оттуда весь, ведь он перейдет в воду при отварах лишь частично, к тому же теперь вы знаете, что при высоких температурах витамин С разрушается, и реально его будет в отварах совсем немного, или не будет вовсе, потому настаивать надо, запомните, и травы, и различные плоды, типа шиповника, боярышника и тому подобное, в термосах при более низких температурах, чем вы привыкли, но с большей экспозицией, то есть выдержкой по времени. Да, ну и я надеюсь, что вы понимаете, что продукты животного происхождения практически не содержат витамин С. Даже черная икра содержит всего 7 мг, разные виды сыров до 10 мг, курица, мясо кролика, говядина, так называемая, ничего не содержит, и только печень говяжья содержит до 33 мг, то есть как примерно репчатый лук, он содержит от 15 до 30 мг, что, конечно, очень мало, тем не менее. А молоко всего лишь около 2, а вот хрен содержит на 100 г 120-150 мг, витамина С, свекла, как и репа, и многие корнеплоды, немного 20-30, морковка 3-5, огурец 5-10, а вот клюква около 100, рябина около 150, различные хвоя от 120 до 150. Любимые многие томаты, они же помидоры, всего 20, яблоки, в зависимости от сортов, от 10 до 30, это самые кислые, тип Антоновка, то есть в яблоках немного витамина С, имейте это в виду. Ну и, пожалуй, перец. Зеленый содержит около 150, красный сладкий около 250. В этом смысле перец один из рекордсменов, но помните, что перцы относятся к семейству посленовых, посленовые содержат огромное количество белков, лектинов, а они вредны, но, впрочем, об этом у меня есть видео. Внимание, не принимайте аскорбинку, это синтетический, вредный витамин С, который к природному, органическому, натуральному никакого отношения не имеет. Если уж вы не из еды получаете натуральный витамин С, а это действительно в полной мере невозможно, или очень трудно получить, 1 грамм, то есть 1000 миллиграмм витамина С в сутки, ну то есть защитную антиоксидантную дозу, а лучше, ну по крайней мере проще, и без сахара, в отличие от тех же ягод, это принимать единственный в мире жидкий, органический концентрат витамина С, продукции фирмы Dualife, вот этот, ссылка будет в описании под данным видео. И посчитайте сами, сколько всего реально надо съесть, чтобы получить 1 грамм витамина С в сутки, то есть 1000 миллиграмм. А это реальная норма. Норма потребления в сутки витамина С не 100, не 200 миллиграмм, а по крайней мере от 500, а лучше 1 грамм, а при болезнях, тем более простудных, инфекционных, 2-3 грамма. Но мало его съесть с какими-то продуктами питания. Он-то может быть и есть в продуктах, а вот чтобы его усвоить, ведь надо, чтобы пища полноценно переварилась, и он, тот же витамин С, в полной мере усвоился из этой пищи. А как это происходит, если у вас, скажем, есть синдром дырявого или перфорированного кишечника? Тогда усвоение многих витаминов и других нутриентов затруднено, мягко говоря. И именно потому жидкие концентраты предпочтительные, они лучше усваиваются, даже при синдроме дырявого кишечника. Но, конечно, надо срочно убирать все проблемы с кишечником. Посмотрите хотя бы два вот этих моих видео в этой связи. Это дисбактериоз и синдром дырявого кишечника. Да, совсем немного рекламы про мои видео. Смотрите мои видео, не ленитесь. Практически на любую проблему со здоровьем у меня на канале есть видео. А значит, есть пути решения той или иной проблемы. Можете просто набрать фролов гипертония, фролов поджелудочная железа, фролов лимфатическая система, фролов грибки или фролов паразиты и так далее. И, скорее всего, вы найдете интересующую вас тему. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Итак, какие можно сделать выводы? Ешьте больше живой растительной пищи, в первую очередь разную зелень. Она во всех смыслах полезна. Меньше жарьте и варите, меньше кипятите. Чай, травяные настои не кипятите. А в термосе при 70, максимум 80 градусов запаривайте. Витамин С от температуры разрушается, поэтому потребляйте его либо из продуктов в сыром виде, либо из тех продуктов, которые подвергаются сверхнизкой термообработке, либо, что лучше всего и проще, по крайней мере, потребляйте витамин С в натуральном, органическом виде, в виде концентрата, полученного из разных растений как раз, и сохраненном в неизменном виде. Вот этот концентрат витамина С, единственный, не имеющий аналога в мире. Обратите внимание и на другие продукты, на всю линейку концентратов от компании Dualife, которую мы представляем, ну а приобрести эти продукты вы можете на нашем сайте nadgar.ru отправляем в любые точки мира, естественно, по всей России, естественно, во все страны СНГ. Все условия прочтите на сайте. Еще раз напомню, что ссылка «Как купить где?» будет прямо под этим видео, которое вы сейчас, надеюсь, досмотрели. Ну а на этом, пожалуй, все. Жду ваши комментарии под этим видео. Делитесь с другими людьми этим видео, ссылочку перекидывайте, с рекомендацией обязательно посмотреть вот это мое видео и другое. Помогите мне в распространении моих видео, и тем самым вы поможете и себе, и вашим близким. Это взаимная выгода наша с вами в глобальном плане, в плане оздоровления населения, и чтобы у наших детей и внуков было будущее, имеется в виду светлое будущее. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.